На волне успеха пластины Conway Beach 1986 и Dancing with Strangers 1987, продавшихся миллионными тиражами, Крис Рис мог рассчитаться с долгом лейблу в размере 320 тысяч фунтов стерлингов и, наконец-то, начать получать прочитающийся ему доход. После чего музыкант заключает контракт с лейблом Warner Bros. Music, отыгрывает два аншлаговых шоу на стадионе Вембрей, после чего впервые в своей карьере отправляется с туром в Австралию и Японию. Поступает Ри ей предложение устроить американский тур на протяжении трех лет, но из-за уважения к своей семье Крис подобное предложение не принимает. Музыкант признавался, что понимал, что может стать таким большим артистом, каким только мечтал, если бы сделал это, но семья оказалась ему дороже. Первым же релизом на новом лейбле для Криса стала компиляция по большому счету перезаписанных старых песен под названием New Light Through Old Windows, вышедшая в 1988. Пластинка стала коммерчески успешной, а за ней последовал очередной мировой тур. Учитывая отличные продажи и рожьи, как на дрожжах, авторитет Ри, Warner Bros. Music рассчитывали, что своей следующей десятой пластинкой Крис закрепит и выведет на новый уровень свой успех. Но у музыканта были совсем другие планы. Дело было в том, что Ри к тому моменту был разочарован состоянием мира и беспокоился о давлении и обязательствах, связанных с коммерческим успехом, которые могли разлучить его с женой и детьми. Когда Крис наконец-то вернулся домой после окончания мирового тура с Милана, то позвонил своей жене прямо из лондонского аэропорта Хитроу, пообещав быть дома через 29 минут. Однако в итоге он попал в трехчасовую пробку. Ри утверждает, что все это напоминало завязку какого-то зловещего фильма-триллера. Вместе с шофером они даже нормировали сигареты, чтобы им было чем занять это время, и даже получили предупреждение от полиции за попытку справить малую нужду прямо на обочине. Когда же над головой стали шумно летать вертолеты туда-сюда, и ситуация стала настолько невыносимой, то Ри признается, что ему даже привиделся призрак умершей матери, передавшей ему, дескать, некое сообщение из-за гробной жизни. Вернувшись домой, измотанной выпавшими на его душу испытаниями, Крис взял гитару и написал медленную, пронизанную Гаспелом композицию, в итоге ставшей первой песней его нового альбома. Речь идет о вещи The Road to Hell, But One. Итак, из простой пробки родилась концепция для самой главной и самой эскатологической работы музыканта. Крис переживал творческий подъем посредние несколько лет, и десятая работа стала его настоящим творческим триумфом. На написание же материала и его запись у Ри ушло всего четыре недели. Пластинка получилась концептуальной красной линией, через все повествование проходит тема растущего распада, общества, роста насилия и популяризации всего этого посредством СМИ. The Road to Hell стало отражением восприятия Криса, окружающего его мира. Открывает альбом композиция The Road to Hell, But One. Это очень кинематографичное, неспешное, меланхоличное полотно, посреднее Гаспел предостережение перед тем, как человечество сорвется по дороге в ад. Вокал Ри звучит пророчески на фоне отстраненного и холодного инструментала. Where she walked up to my quarter light And she bent down real slow The Road to Hell, But Two Центрообразующая вещь и один из главных хитов Криса Ри вообще. Песня, знакомая многим с детства, в том числе по неавторизированному каверу. Крик всего божия, коровка, гранитный камушек. The Road to Hell, But Two нещадно бичует технотронный апокалипсис, который человечество создало собственными руками. Очень мощное, четкое и полное мужественного саспенса произведение, застывшее на грани над бездной. Вокал Ри звучит мрачно, резко, в чем-то иной раз даже в духе Марка Нопфлера, а то и Леонардо Коуэна, на контрасте с суровым блюзовым рефорком. Любопытно, что композиция идеально отражающая. Концепцию альбома родилась у Ри из навязчивой прелюдии прямо при записи пластинки в Мировал Студиус во Франции. You Must Be Evil искренне Суровое произведение, полное неподдельного гнева. На создание композиции Ри потолкнул рассказ его друга-журналиста о бунте в Южной Африке. Мятежники использовали практику, получившую название ожерелье, на шею жертвы одевали резиновую шину, а затем поджигали ее, сжигая таким образом заживого человека. Вдруг гитариста возмущался, что телевизионщики без всяких прикрас пускали подобные сюжеты в эфиры, нисколько не заботясь о том, как на них могут отреагировать случайные зрители. Телевидение в конце 80-х вообще было наполнено ужасающими репортажами о демонстрациях против апартеида в Южной Африке и различных кровавых актах, связанных с их подавлением. И как-то, вернувшись домой, Крис застал свою пятилетнюю дочь шокированный, все в слезах от увиденного по телевизору. Ри пришел в бешенство и решил написать песню, посвященную безответственному отображению насилия в телевизионных новостях, безрассудной гонкой за сенсациями. Крис признается, что стал очень сваривым человеком и воспринимал новости как еще одну форму порнографии, которая ради рейтингов позволяла себе пугать и травмировать детей, и дестабилизировать душевное равновесие и психологическое состояние взрослых. Техас Техас композиция стала отражением желания Ри сбежать из унылой городской жизни и принять более постаральное существование в качестве владельца фермы. Произведение изображало Техас как тихую сельскую местность, далекую от лондонского смога и бладанию любви Криса к корням его музыки. Вдохновение же пришло после разговора гитариста с соседом о Техасе. Кто-то утверждал, что там, в отличие от Лондона, длинные чистые дороги, лишенные каких-либо пробок. Музыкально получился этакий кроссовер, а ора с блюзом. Looking for a Rainbow Обнадеживающая мантра с теплыми вокализмами и знойным грувом. Одна из самых блаженно эскапистских песен риф, в которой он вглядывается в горизонт и жалобно желает, чтобы все его проблемы ушли прочь. Your Warm and Tender Love Бодрый блюз о постоянном поиске и потребности в настоящей любви. Of your warm and tender love Дейтона Композиция рассказывает метафорически о автомобиле Феррари 365GCB4 Дейтона. Стоит отметить, что и сам Крис принимал участие в гонках, правда на машине совсем другой модели. That's what they always say Очень мелодичное произведение с проникновенным вокалом Ри I just wanna be with you Крепкий блюз о вечном желании, возникающем между мужчиной и женщиной Tell me where is a heaven Скрывает пластинку Красивое произведение, недоцененное в свое время по достоинству. Песня о жестоком обращении с детьми, в том числе благодаря беспринципности СМИ. Отдельно стоит отметить возвышенную оркестровую аранжировку. Композиция родилась после того, как Крис снова застал свою дочь в слезах после очередного телерепортажа о насилии. И его тесь попытался утешить ее, сказав, что все не так плохо, и существует рай, и все эти погибшие люди обретут блаженство, умиротворение и вечную радость. Крис почувствовал, что и сам нуждается в подобном утешении. Лирика — это потребность в успокоении перед лицом многочисленных несправедливостей этого мира. То, в чем нуждается каждый из нас, особенно в те моменты, когда нет сил поверить в лучшее будущее. Tell me that's a heaven Tell me that it's true Как вы понимаете, подобная концептуальная пластинка была совсем не той работой, которую Warner Brothers Music ожидали услышать от своего коммерчески успешного протеже. Амплуари на тот момент состояла из непринужденных песен о любви и душевного светлого рока. И тут внезапно Крис выдал мрачную концепцию, полную социальной критики о том, каким на самом деле злом является окружающий мир. Одна только вступительная композиция дрилась 10 минут, и большая ее половина состояла из звукового коллажа и амбиента, настраивающего на зловещую блюзовую гитару. Далее, Ри обречал СМИ за продвижение насилия и преступности, говорил о том, что детям небезопасно теперь просто возвращаться из школы домой. Одним словом, это был рецепт потенциального коммерческого самоубийства. Да и сам Крис понимал, насколько пластинка The Road to Hell была рискованной авантюрой, поэтому решил ограничить мрачным концептом только первую половину альбома, о чем и сообщил лейбл. Мол, вторая сторона в порядке, там типичные синглы. Позднее Ри признался, что альбом был бы намного более эффектным, если бы вторая сторона пластинки следовала первой, а не представляла собой довольно тривиальную песню о любви и филлер. Его попытка сознательно создавать хиты была далеко его не самой сильной чертой. И, признавался Крис, если бы пластинка The Road to Hell не выстрелила, он бы практически сразу выпустил бы одиннадцатый альбом Ауэрберг, который был его страховкой на случай провала. Подобное решение успокоило лейбл, который был уверен, что The Road to Hell провалится. Но поскольку они знали, что следующая работа будет более типичной для исполнителя, то решили позволить Ри удовлетворить собственные творческие амбиции. После чего собирались выпустить следующую работу музыканта, надеясь, что все заботится и продолжится по натуренной колее. Warner Bros. даже прямо заявили гитаристу, что пластинку Road to Hell бросит слушать спустя пять минут. Но Ри настоял на своем. И когда пластинка вышла 2 октября 1989 года, она стала номер один. Было продано более 1 миллиона 200 тысяч копий. The Road to Hell возглавила британский чарт. Пластинка стала коммерческим прорывом для музыканта и его самым большим успехом в мейнстриме. Ри доказал, что средуя собственной музе, его творчество может окупиться, независимо от того, какую форму оно примет. Пластинка The Road to Hell обильно пропитана экзистенциальным страхом, усталостью и тревогой за мир и человечество, движимая эгоистичными побуждениями и незаметившего, как оно вступило на дорогу в ад. Спасение из сложившейся ситуации Ри видел в семье в той любви и заботе, которую получает каждый человек от своих близких. Пластинка The Road to Hell – это великолепный и спокойный атмосферный блюз-рок с изящной мелодикой и бархатистой гитарой Крис Ри, его проникновенным обволакивающим вокалом. Чему немало способствует мистичный и кинематографичный протакшн, создающий атмосферу фильмов Дэвида Линча. Это уникальное сочетание безмятежности и паранойи, воплощенное в мэш-апе софт-блюза и поп-музыки, что, несмотря на темные повторяющиеся темы в велике, делает пластинку довольно легкой для восприятия. Альбом The Road to Hell Крис Ри получился, пожалуй, главным коммерческим хитом музыканта, но, как показало время, его послание к обществу как Великобритании, так и всего остального мира не было услышано. И хотя музыкант на протяжении своей карьеры еще несколько раз пытался вернуться к подобной концепции, но войти дважды в одну и ту же реку Ри не удалось. The Road to Hell стал мрачным памятником мировому сообществу конца 80-х, столкнувшемуся с экзистенциальным кризисом, подпитывая эсхатологическими настроениями как в искусстве, так и политике, но, к счастью, сумевшему в итоге их преодолеть. Такие дела. Друзья мои, если вам нравятся подобные контенты и вы желаете его развития, то поддерживайте чеканные монеты. Ссылочки в описании. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Удачи.